Уверенность в себе – первый шаг к успеху, говорит 15-летняя ученица Уфимской коррекционной школы и воспитанница Стерлитамакского детского дома Алсуна Асырова. Инвалидность не помешала девочке стать чемпионкой подзюдо и победительницей Олимпиад по математике. Как живется подростку, которая едва различает силуэты, но не унывает. Пример недетской воли в нашем следующем сюжете. Показать приемы в паре с лучшей подругой Алсу соглашается редко – шутки ради или для оператора. Девочки подружились в интернате для дошкольников и затем их перевели в Стерлитамакский детский дом. От обеих отказались родители. Она мне рассказывает всякие истории про спортсменов, про звезд и все такое. Мы почти как сестры, даже не почти, а сестры. Все свои победы Алсу посвящает Карине. Она благодарна тренеру, воспитателям и учителям. Но именно поддержка подруги помогает в поединках, где бы тот ни проходил. В Новосибирске на первенстве России подзюдо. Были в Йошкарале на первенстве России подзюдо. Тренировки подзюдо начались с обычных уроков физкультуры. Тренер Ольга Бердышева заметила Алсу на занятиях в спортивном зале и предложила побороться. С того дня Алсу борются уже 9 лет, разрушая стереотипы о спортсменах, вечно отстающих в учебе. Победитель Олимпиад по математике, призер Всероссийского интеллектуального конкурса. И без преувеличения душа компании, подчеркивают воспитатели. Ребенок, который организатор, в любой момент может организовать любое мероприятие, организовать любой день рождения, любой праздник. А самое главное, никогда не унывает и не позволяет другим, даже если на будущее давно не детский, не беззаботный взгляд. Верить в себя главное, не унывать, быть оптимистом и только жить на позитиве. Анна Пугачева, Игорь Яковлев, Стерлета МАК, Служба новостей.